Наталья Оску Михаил. Любовь в подарок. Аннотация. Влюбиться. Кому-то радость, а для меня пытка. Симпатичный сосед меня не замечает. Он закрыл сердце для новой любви, когда испытал предательство жены, и пережил шумный развод. Он боролся за неё, значит, любил, а может, любит. Как прогнать образ бывшей из мыслей желанного мужчины и обратить внимание на себя? Хм, поскользнуться, упасть, ждать, что тот самый окажется принцем и подаст тебе руку. Часть первая. Замечательный сосед. Звук с силой захлопнутой двери эхом прокатывается по подъезду. Слышимость у меня в квартире идеальная, поэтому сразу же просыпаюсь. Открываю заспанные глаза, судорожно втягиваю воздух в лёгкие и вдыхаю с именем Михаила. Проспала. Он ушёл. Резко вскакиваю, променяв тепло и уют постели на враждебный холод, царящий в комнате. Не удосужившись надеть тапочки, скачу по голому полу, чувствуя, как холодит ступни ламинат. Спешно бегу к окну, ныряю под воздушную шифоновую занавеску и приникаю к замёрзшему стеклу. С замирающим от волнения сердцем вглядываюсь в темноту раннего утра. Похоже, ночью был снег. Всё вокруг покрыто белым снежным одеялом. Припаркованные машины, стоящие дружным рядком, оделись в пушистые шапки. У соседнего дома уже орудует лопатой дворник, расчищая пешеходные дорожки. А где же он? Точно в ответ на мои мысли внизу хлопает подъездная дверь. Днём этот звук остался бы незамеченным, ведь расстояние в пять этажей значительно приглушает его и смешивает с повседневным шумом. Но сейчас, в тишине двора, он разносится довольно громко. Шесть часов утра. На улице появляется человек. Моё сердце пропускает удар, когда узнаю в вышедшем мужчине Мишу. Он, как обычно, в своём сером пальто нараспашку и, конечно же, без шапки. Радуюсь, что сегодня на нём свитер с высоким воротом. По крайней мере, горло не простудит. А если честно, мне хочется дать ему затрещину за халатное отношение к своему здоровью, застегнуть на все пуговицы и согреть. Объятиями и тёплыми поцелуями. Мечтательно смотрю на своего принца, который успевает добраться до авто, завести мотор для прогрева, очистить большую часть капота и лобового стекла. «Какой же он! Ох!» Наблюдаю, как Михаил ёжится и потирает руки, закончив с чисткой поверхностей от снега. «Ага, всё-таки замёрз недотёпа». Улыбаюсь своим словам, но тут же замираю от неожиданности. «Он что, серьёзно смотрит наверх?» «Всё внутри сжимается от тревоги точно у преступницы, застегнутой в процессе совершения злодеяния. Но тут же выдыхаю, понимая, что он всего лишь проверяет окна своей квартиры. Потому как мужчина быстро теряет всякий интерес к верхним этажам и забирается в авто, а спустя ещё несколько минут выводит транспорт на проезжую часть, теряясь из виду. Отстраняюсь от подоконника и сразу ощущаю, что за время слежки изрядно окоченело. Он даже потряхивает уже, и зубы стучат. Пулей лечу через всю комнату и резво впрыгиваю в тёплые тапки, оставленные у кровати. Переминаюсь, пытаясь согреться, и заодно наблюдаю, как корчат мордочки собачки, нацепленные на мои ступни. Детский сад. «Значит, Михаил у тебя недотёпа. А ты-то кто сама после этого? Лита!» Отчитываю себя за то, что простояла на холодном полу босиком 15 минут. Закутываюсь в мягкий махровый халат и топаю на кухню. Горячий чай — самое то, чтобы отогреть заледеневшее тело и измученную тоской душу. Ставлю чайник на горящую синим огоньком конфорку, а сама усаживаюсь на угловой диванчик, сворачиваясь в клубок. Замираю в бездействии, а вот в голове, наоборот, активно мелькают мысли и все об одном. Красивый, привлекательный сосед, который влез в мою размеренную жизнь и подчинил себе время, сам не подозревая об этом. Называется, переехала в квартиру покойной бабушки. И уже полтора года никакого тебе спокойствия и сна. И дело вовсе не в призраках. Вот с чего бы мне каждое утро вставать на полчаса раньше. Ведь на работу к восьми тридцати. Еще спала бы и спала, но нет. Нужно тайком проводить соседа, насладиться мгновением, разбередить и так кровоточащую рану. Как же без этого? Ну и дура. Ругаю себя, но понимаю, что поделать ничего не могу. Уже пыталась. И угораздило же влюбиться. Так сильно. Бесповоротно и безответно, но... Еще недавно у меня не было ни грамма надежды заполучить мужчину своей мечты. Михаил был женат, а теперь разведен и свободен. По крайней мере, кажется именно так. Он приходит в квартиру один, хотя и прежде возвращался в одиночестве. А его жена Татьяна вечно где-то задерживалась и домой не спешила. Не раз и не два заставала ее, сидящий на скамейке во дворе и мечтающий. Наверное, о том, другом. Пронзительный свист чайника приводит меня в движение. На автомате наливаю бодрящий кофе, нарезаю бутерброды с сыром. А вот голова по-прежнему занята волнующей темой. Тата! Брезгливо фыркаю, вспоминая сцену, свидетельницей которой когда-то оказалась. Высокий мужчина обнимает чужую на тот момент, жену бессовестно целует. Вот честно, у меня тогда челюсть отвисла от такой невиданной наглости. Я испытала настоящее отвращение к этой особе. Горечь за Михаила и тайную радость за себя, которая правда оказалась преждевременной. Пусть парочка и развелась в скором времени на фоне измены, мне так и не удалось хоть как-то подступиться к этому мужчине. Да и как тут приблизишься, если тебя не замечают? И не в том смысле, что не знают или не видят, а элементарно не воспринимают как объект внимания. Для него я до сих пор осталась надоедливой соседкой, которая иногда пристает с бытовыми проблемами, требующими грубой мужской силы. Лита, и о чем ты только думаешь? Одергиваю себя, замечая, что мысли уже далеки от молотка, гвоздей и паяльника. А в подтверждение этому по спине гуляют мурашки от мечтаний о сильных руках, сжимающих меня в объятиях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!